Всем здравствуйте! Тема сегодняшнего расклада. Где вы находитесь и куда вы идёте? Состояние вашей энергии, уровень вашей энергии. И напоминаю, если вы хотите записаться ко мне на личный расклад, у вас должен быть определённый, конкретный вопрос. Что мне делать? Как мне поступить? Конкретный вопрос. Без жалоб. Жаловаться у меня не надо. Я никого не жалею. Я никого не жалею. Мы разговариваем с вами по существу. Вот такая-то проблема. Как мне поступить и что мне делать? Я рассказываю. Указываю вам направление. Берёте вы это или нет, уже зависит от вас. Таким образом я работаю с людьми. Конкретика. Дальше. Если вы хотите прокачать свой финансовый канал, чтобы у вас денежки пошли, также ко мне обращайтесь. И если вы хотите привлечь в свою жизнь достойного мужчину, а они есть на самом деле, это никакой не миф. Достойные мужчины, это не какая-то вот сказка. Их что-то вот несуществующее. Это вполне реальные, достойные, хорошие мужчины. Есть их много. Просто они не с вами. Они с другими женщинами. С достойными женщинами, которые на самом деле ценят, любят себя. И даже если вы будете говорить, что да я тоже себя люблю, ценю и уважаю, но при этом у вас в жизни появляются недостойные мужчины, вокруг вас крутятся недостойные, то это говорит, что где-то вы себе врёте. Значит, где-то вы себя недолюбливаете, недооцениваете и не уважаете на самом деле. Уважение, это же не про губы наколотые и не про наклеенные ресницы. Это что-то другое. То есть смотрите в реальности, в реальности, какие мужчины вас окружают. Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Это показывает, насколько вы действительно цените себя, любите и уважаете, что бы вы там ни говорили. Это просто слова. Если у вас не было положительного опыта с отцом, если у вас отец был, ну так себе, да, отец, муж, возможно, он вашей маме изменял, пил, пьющий был папа. То есть у вас не было примера положительного отца, а папа – это мужчины, все мужчины на планете. Соответственно, какой у вас папа, такие у вас и мужчины в жизни встречаются. Понимаете, вот как это работает. Другого вы ничего не видели. Вы, вот как карандаш вас заточили, вы заточены именно на таких мужчин. Других вы не видите. То есть вам нужно учиться. Учиться, как общаться с достойными мужчинами, как себя вести, подавать, как себя подавать. Этому нужно учиться. Поэтому тоже обращайтесь ко мне на личный расклад. Я вам дам направление, что вам нужно делать, как же научиться, да, как видеть вот этих достойных мужчин. Потому что если в вашей жизни этих достойных мужчин нет, то явно вы их не видите. Вот у вас глазки залеплены, да, поэтому надо глазки раскрыть. Раскрыли глазки и посмотреть, что ага, есть все-таки достойные мужчины. Вот, я хочу туда. Я хочу вот в ряд вот тех женщин, которые вот так спокойно общаются налегке с достойными мужчинами. Я тоже туда хочу, понимаете. Вот так вот. Приступаю к раскладу. Где вы сейчас? Какая у вас энергия? Кто меня смотрит? Где вы сейчас находитесь? Ну, расклад начался с таких пессимистичных карт. Довольно-таки у вас пессимистичное настроение на данный момент. Возможно, это чисто ситуативное у вас. Какая-то у вас сейчас ситуация произошла. Какая-то, да? Мало ли какая-то. У всех по-разному. Но эта ситуация заставляет вас злиться, расстраиваться. Какое-то вот такое нервозное состояние. Как на нервах, на нервах. Неспокойное. Кто-то вам сердце разбил. Или конкретный человек. Человек конкретный возле вас находится. Который, собственно, вас погрузил в это состояние. Или это показывают ваше состояние. Вы расстраиваетесь из-за некой ситуации, которая сейчас происходит в вашей жизни. То есть вас сейчас заставляют принять какое-то решение. Твердую точку поставить. Расставить все точки над «ё». Все точки над «ё» расставить, говорят. Трезвый ум вам сейчас, говорят. Нужно иметь хладнокровный трезвый ум. Расценить ситуацию. Взять на себя ответственность. Не сидеть, как вот эта девочка. Девочка сидит. Девушка здесь на полу. Коленки обхватила. То есть поза ребёнка. Поза ребёнка. Я обиженная. Сижу. Не трогайте меня никто. Ничего я не хочу. Ничего я не могу. Не трогайте меня никто. Закрытая поза. Закрытая. Не хотите вы на данный момент сейчас что-то брать. Брать на себя какую-то ответственность. За ситуацию. За человека. Здесь вам нужно решение принять. Окончательное. Не сидеть обиженное. А встать. По крайней мере встать с этого пола. Встать. Встать на ноги. Как взрослый человек. А не вот как ребёночек на полу упал. Обиженный. Ножками по полу бьёт. Дайте мне конфетку. Или купите мне что-то. Мне это не нравится. Не хочу я всего этого трэша. Устала я. Мне плохо. Что вы все от меня хотите. А встать. Встать на ноги. Как взрослый человек. Вы же взрослый человек. Вам же не 10 лет. И в 1,3 годика. Встать. И трезво оценить ситуацию. Взять на себя ответственность. Дальше. Что ещё? Где вы сейчас находитесь? Всё-таки. Да. Вы способны решить вот эту ситуацию. Вот эту проблему. Которая стоит у вас на данный момент. Какая-то насущная проблема. По солнцу. Вы это можете всё решить. Это всё решаемо. Решабельно. Да. Не то, что вот конец света. Всё. Я не знаю, что мне делать. Как мне жить. Всё. Иду я у садочек. Наимся червячки. Да. Ну это позиция жертвы. Позиция ребёнка. Соответственно. О каких положительных изменениях тут идёт речь? Ну естественно, не о каких. Будешь по жизни и дальше находиться в этой позе. В состоянии жертвы. Да. Человек это кто? Разумное существо. Если вы хотите быть счастливым, то для этого нужно иметь мужество, храбрость, честность. Несчастным быть это легче всего. Для этого достаточно просто ничего не делать. Пускать всё на самотёк. Жаловаться всеми каждому. На каждом углу. Из каждого. В каждый утюг жаловаться. Да. Плакаться. Вот как мне быть, как мне жить. Жизнь не мила, я хочу покончить с собой. Ну пока заканчивайте тогда. Идите, вешайте. Сидите себе вены режьте. Делайте это, если у вас есть это намерение. А иначе не нужно тогда вам перить людей вот этими своими жалобами. Если у вас желание покончить жизнь самоубийством, делайте это. Иначе, если вы этого не делаете, вы просто вам перите людей, вытягиваете из них энергию. Тогда не жалуйтесь на свою жизнь. А для того, чтобы быть счастливым, нужно быть мужественным, храбрым и честным. Понимать, что то, что сейчас в моей жизни происходит, это плод моих поступков. Возможно. Вызнаться себе. Возможно, тут у кого-то проиграется, что с ребенком у вас плохие отношения, ссоры, скандалы. Также вам нужно признаться, что это я воспитала так своего ребенка. Где-то я ему не додала, не научила, не показала, как нужно любить. То есть все в жизни справедливо. Если вы тут обижаетесь, скорее всего, вы здесь обижаетесь по этой карте, что у вас в жизни несправедливо все происходит, много несправедливости, то нет, дорогие мои, это не так. Все, что у вас в жизни происходит, все в жизни справедливо. Все происходит по справедливости. Просто другой вопрос, что вам это, возможно, не нравится происходящее. То есть для кого-то проиграется, что с ребенком у вас проблемы, и вы на него обижаетесь, что ваш ребенок вас не понимает. Послушайте, ваш ребенок и не должен вас понимать. Он и не должен вас понимать. Вы перекладываете на него ответственность. Вот пойми меня, пойми меня. Вы себя ведете, как ребенок. А его заставляете быть вашим родителем, недорогие мои. По иерархии вы выше ребенка стоите. То есть вам следует быть умнее и мудрее, на себя брать ответственность. То, что происходит со мной в отношениях с моим ребенком, это моя вина. Это я, значит, не додала ему что-то. Не додала. И то, как с вами дети сейчас поступают, взрослые дети, это плод вашего воспитания. То есть, значит, когда они были маленькие, в подростковом возрасте, вот так же вы с ними себя вели. Вам нужно в этом признаться, себе в первую очередь. Что вот я была плохой матерью. Это я была плохой матерью. Поэтому они не хотят со мной разговаривать. Поэтому они меня ненавидят. И это вы должны к ним с пониманием относиться. Это вы должны, потому что вы их родили, вы мать. Вы мать, вы земля. У вас вот эта сила. Это вы должны к ним с пониманием относиться. Понять, почему ты не хочешь со мной разговаривать, почему ты меня ненавидишь. Пойти к ним навстречу. Но не из позиции обвинения. Я тебе вот все давала, а ты вот такой сякой. Нет, а понять. Сказать. Да, вот я такая мать была. Если можешь, прости. Но я уже прошлого не могу вернуть. Вот так-то. Вы это можете. Кто-то на это способен, кто-то нет. И что тут еще о вас говорят? К чему вы идете? Какой-то у вас тут портал открывается. Для кого-то открывается портал. Опять же, карта выходит справедливость. Если вы будете честны с собой. Если вы будете честно себя вести справедливо. Не жаловаться на судьбу, на людей. И вот все такие пидорасы, а я Д'Артаньян. Все гандоны, а я Д'Артаньян. Нет, дорогие мои. Берете на себя ответственность. Намотали сопли на кулак. И делаете, что от вас зависит. Все возможное от вас. Если вам действительно плохо. Иначе, если вы ничего не делаете, значит не так уж и плохо на самом деле. Если вы ничего не предпринимаете. Так, для кого-то здесь, кто возьмет на себя честность, мужество. Кто будет себя мужественно, храбро вести себя. Для кого-то открывается прям портал. Портал в новую жизнь. Как переход. Как канал какой-то новый открывается. Туннель, возможность пройти по этому туннелю, куда-то выбраться. Выбраться куда-то или переехать. Здесь девушка прям стремительно, стремительно уходит куда-то. Идет куда-то к чему-то. Кому-то, у кого-то здесь открывается портал. Перейти на новую работу. Переехать. Завести себе новых друзей, возможно. Завести новых знакомых. Новые знакомства. Но опять же, по справедливости. Для этого нужно быть честным с самой собой. Не порафинить без конца, без края. Людей, которые вас как-то обижали. А думать, что мне теперь с этим делать. И признаться, что это моя вина. Я это позволила. То есть, как мне теперь выбраться из этого. Что мне теперь делать? Конкретно по существу. Иначе, если вы будете так дальше сидеть, ныть, плакаться. Но ничего не делать. То есть, вы понимаете, что, соответственно, ничего хорошего в вашу жизнь и не придет. То есть, все по вашей воле происходит. В жизни все происходит справедливо и честно. Каждый получает по справедливости. Каждый находится на своем месте, которое он заслужил. Дорогие мои. Поэтому нечего жаловаться, что в жизни много чего несправедливого. Жизнь несправедливая. Нет. Нет, это не так. Жизнь несправедливая. Просто то, что с вами происходит, вам это не нравится. И вы не хотите брать на себя ответственность. Признавайте свои ошибки, свою вину. Идти навстречу. Признавайте, да. Многие же из вас, кому 60 плюс, 70 плюс. Но есть даже многие мои одногодки. Это же тоже выходцы из советских времен. Это же была дикость. Как это? Родитель будет просить прощения у своего ребенка. Ну то есть. Как это? Ягца так, да. Нас так учили. И вас так учили. А это все гордыня. Если ты действительно плохо поступал со своим ребенком. Нужно признать, что да, я была не права. Ну вот я по-другому не могла. Вот меня так воспитали. Ну вот так меня воспитали такой человек. Но нужно это признать, что вы недостаточно хорошая мать была. Плохая вы мать были. С вами дети не хотят общаться. Не хотят с вами видеться. Ненавидят вас. Значит это что-то вы им не додали. А многие к этому очень привзято относятся. Как это? Я буду просить прощения у своего ребенка. Ну в смысле? Как это так? Как это так? А вот так это. Вы прообычный человек. А вот это вот я же мать, я же мать. Ну слушайте. Я же мать. Ну вот и получайте, получайте. То, что ваши дети не хотят с вами общаться. И ненавидят вас даже. Вот у меня сейчас карта упала. Да, вот у меня карта упала. Вот вы тут сидите, глазки вам залепили. Глазки вот вам залепили. Все. Вы не хотите видеть правду. Вы не хотите видеть реальность. Сидите с этими мечами. Как бы на стрёме. Да, так. С кем воевать? С кем воевать? Я готова сейчас всех порубать, порезать. А нужно глазки открыть. Глазки открыть и посмотрите. Собственно, воевать-то не с кем. Вы одна тут сидите. Одна. А это просто ваши страхи. Ваши страхи, какие-то убеждения и какие-то умозаключения. Вам глазки залепили, да? И всё. И вы сидите вот со своими мечами в одиночестве. Ну вот как-то так. А чтобы быть счастливой, для этого нужно иметь храбрость. Открыть свои глазоньки, да? Открыть, посмотреть. А с кем я воюю? С кем я воюю? Со своими детками. Я воюю с детьми, которых я выносила и родила. Да? Они из меня вышли. Я воюю вот со своими деточками. Они часть меня. То есть это вы воюете сама собой. Ваши дети — это вы. Ваши дети — это вы. Если вы воюете со своими детьми, так значит, это вы сама собой воюете. Вы что-то в себе не хотите признать, принять. Вот какие ваши дети, такая и вы. А вы этого не хотите признавать. А всем, кто способен принять вот эту честность, храбрить, быть честной самой перед собой, кто способен позвонить и сказать своему ребёнку, слушай, сыночка, доченька, прости меня, Дору, прости меня вот такую мать, грешницу. Да, я вот так с тобой поступала, но я по-другому, я не знала, я не умела, меня не научили. Но я была не права, мне очень жаль. И никаких обвинений. Кто на это способен, тому, конечно, будет счастье. Вот те люди будут вознаграждены. Потому что вот эта любовь, вот эта любовь, когда вы переступаете через свою гордость, гордыню, вот это означает, вы любите своих детей. И они для вас что-то значат. Если вы на это не способны, то признайтесь, что вам на ваших детей посрать. И всё, точка. И перестаньте на них обижаться. Всё. Так же быть честной самой перед собой, что мне всё равно на моих детей. И всё. И перестать жаловаться другим, что вот у меня дети такие-сякие. Вам всех благ. Спасибо.